Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, Шалам Алейхам! Мы продолжаем с вами изучать книгу, которая называется «Деяния апостолов». У нас пришел черед 18 главы и ее первой части. В нашем тексте мы находим повествование о том, что произошло с Шаолем, когда он отправился в город, который называется Каринф. В древности Каринф был очень большим и богатым городом. Это было связано с тем, что в нем находился порт, через который проходили многие торговые пути. Интересно, что из текста получается, что в этом городе тоже жили евреи, что, к слову сказать, было далеко не везде. Почему? Мы с вами находим информацию из исторических источников некий Свитоний, историк, который один из первых небиблейских авторов упоминает о мессии Иешуа. Так вот, Свитоний писал, что Клавдий, император, в 1959 году издает указ об изгнании евреев из Рима. Помимо Рима они были изгнаны еще из некоторых крупных городов, но вот Каринф в этот список не попал. Таким образом, гонения на еврейский народ приводят к тому, что они все более и более рассеиваются. И Шауль приходит в Каринф, где тоже жили евреи, имелась синагога, там он познакомился с двумя верующими Акилой и Пресцелой. И в третьем стихе мы с вами находим такие слова. И поскольку они занимались одинаковым ремеслом, делали палатки, он остался у них и они стали работать вместе. Интересно, что получается из текста, что Шауль сам зарабатывает себе на жизнь. Это несмотря на то, что многократно на страницах его посланий мы видим с вами, что он учит верующих поддерживать финансово служителей. Но Шауль был учеником Гамалиеля, который был внуком Гилеля. Мы об этом неоднократно говорили. Про Гилеля же написано в трактате Шаббат, 30 глава, сторона Бет, книги Талмуд. Каждый человек должен был смиренным, подобно Гилелю. Чем же был знаменит этот человек, помимо того, что он был великим учителем еврейского народа? Одна из сторон его жизни заключалась в том, что даже будучи этим великим раввином, он продолжал трудиться. Причем в его случае, судя по всему, он был дровосеком. То есть это была достаточно тяжелая работа для человека. Однако он продолжал исполнять совет, данный в Мишне, не делай из тары лопату, чтобы ей копать. И он знал, что многие превращают служение Тории в источник для обогащения и не хотел повторять их путь. Таким образом, Шауль научился у него, хотя и принимал помощь от отделенных общин, но при этом он продолжал трудиться, зарабатывая себе на жизнь. Итак, Шауль приходит в Каринф. По своему обыкновению мы видим с вами, что он идет в синагогу. При этом мы видим, что происходит то же, что происходило многократно и раньше. Люди, которые не принимают благою весть, ополчаются на него. И в шестом стихе мы с вами читаем такие слова. Однако, видя, что они настроены против него и осыпают его оскорблениями, он отряхнул свою одежду и сказал им. Ваша кровь да будет на ваших головах, что касается меня я чист, теперь же я пойду к Гоим. Ваша кровь да будет на головах ваших. Конечно, возможно, здесь есть некая параллель с тем, что было сказано в адрес Ешоа, когда он был на суде перед Пилатом. Однако, гораздо более важнее то, что это связано с тем, что написано в 18 главе книги пророка Эзекииля. Ибо я верю, что в любой ситуации Шауль стремился руководствоваться Словом Божьим и библейскими примерами. В частности, там в 18 главе Бог учит пророка, что человек, который не обличает нечестивого, становится виновным в том, что тот совершает. И обратное, если человек обличил его, то он освобождается от этой вины. По сути, эта идея отражает Аллаху, которая существовала в древности, по которой свидетель любого преступления против Торы должен был предупредить того, кто нарушает, что он делает неправильно. Если же он этого не делал, то становился соучастником этого преступления. Таким образом, Шауль заявляет, что он, в принципе, сделал все возможное. Он показывает, что весть дана еврейскому народу, но при этом она может и спасать и других, и он направляет стопы к другим. В 7 стихе мы с вами находим такие слова. Итак, он оставил их и направился к одному из боящихся Бога по имени Титуус, дом которого был расположен по соседству с синагогой. Я не буду снова расшифровывать, кто такие боящиеся Бога в одном из первых уроков по книге «Деяния апостолов». Я об этом говорил достаточно подробно. Гораздо важнее в нашем тексте мы видим, что дом этого человека находился рядом с синагогой. С одной стороны, это, безусловно, говорит о том, что Шауль ничего не боится и ни от кого не прячется. Но дело в том, что Шауль остается доступным для тех людей, которые продолжают искать истину. И мы видим, по сути, с вами результат такого подхода, ибо многие поверили, и включая начальника синагоги по имени Крипсов. Далее мы с вами читаем о том, что Господь являет Шаулю в видении, в котором он его ободряет, обещает, что не даст его в обиду. И таким образом Шауль продолжает свой труд в этом месте еще в течение полутора лет. Через полтора года произошло следующее. В 12 стихе мы с вами читаем. «Однако, когда римским наместником Ахая стал Гелеон, неверующие евреи, сообща, набросились на Шауля и привели его в суд». Гелеон или Галеон, как читать, был проконсулом Ахи. И мы абсолютно точно знаем, что его правление продлилось с 51 по 53 год по Рождеству Мессии. Всего два года. И это очень важно, поскольку дает нам временной ориентир, позволяя понять, в какой хронологической последовательности существовали путешествия Шауля. Таким образом, когда он пришел к власти, те, кто не принял благою весть, наш текст называет их неуверовавшими, попытались воспользоваться моментом, видимо, решив, что Гелеон не станет в начале своего труда конфликтовать с еврейской общиной, и привели к нему на суд Шауля. Интересен пункт, который выдвинули против апостола. В 13 стихе мы с вами читаем такие слова. «Этот человек пытается убедить людей поклоняться Богу не по Торе». На самом деле, в греческом языке здесь стоит слово «номос», что значит «закон». Но контекст нам очень четко показывает, что речь идет именно о законе Торы. И мало того, что это было неправда, ибо Шауль никогда ни при каких обстоятельствах не мучил против Торы. Но в данном случае ему даже не пришлось дискутировать на эту тему, ибо Гелеон понял, что речь идет о религиозных спорах, и просто выгнал их. На мой взгляд, здесь мы с вами имеем дело с очень красивым действием, которое совершает Господь, и которое иногда мы можем увидеть в своей жизни. Очень часто для верующего человека являются проблемы, особенно в тех случаях, когда речь идет о какой-то ситуации не очень красивой, или не очень приятной, или не очень понятной. А именно, мы начинаем сомневаться, правильно ли я понял Бога. Именно к этому меня вел Господь в данном случае. Особенно, когда то или иное действие имело какое-либо негативное последствие. Так вот, когда ты оказываешься в подобной ситуации, ты начинаешь видеть, как Господь тебе не дает возможность даже что-либо сделать, а действует сам. Это, наверное, самое красивое из того, что можно увидеть в действии Божьем. Я сам оказывался в подобной ситуации. Ты нервничаешь, переживаешь, и при этом ты видишь, что что-то делает Бог, и это всегда прекрасно. Это то, что радует человеческое сердце и дает ему успокоение, ибо ты уже не сомневаешься. Вот такие события, связанные с этой главой. Мы продолжим ее изучение уже в другой раз. Да благословит вас всех Господь. Божьем еще, Машех. Шалам алейхим.